Киса Алиса спряталась за лежанку Тихо! День второй нашего эксперимента Смотрите, в какой-то момент в комнату даже заглянула киса Алиса И вот, когда Юмичу подошла к домику Баттерс поближе Привет, я Энни Мэджик И кто из вас смотрел предыдущее видео, тот знает, что У нас сейчас в гостях кошечка Дениса и Вики с канала MyPack по имени Баттерс И вы собрали очень много лайков и очень просили меня познакомить Баттерс Баттерс решила уйти из кадра И я решила, что первая встреча Баттерс, первое знакомство ее с моими питомцами Должно пройти в наиболее естественной для животных обстановке Поэтому я не буду там кого-то прям держать на руках Очень многие животные, особенно собаки, когда их вот так вот поднимают от земли и держат на руках Могут испытывать некоторое чувство опасности И не могут достаточно расслабиться Поэтому они все потихоньку будут сюда заходить Ставьте лайк этому видео обязательно, если вы ждете новых выпусков из рубрики Что будет если экспериментов с питомцами И пока вы будете смотреть, пишите в комментариях, кто как реагировал по-вашему Ну и не забывайте потом пойти посмотреть новые видео на других моих каналах Ссылочки я оставлю внизу в описании Я открыла дверь и думаю, в скором времени сюда придет киса Алиса Будем ждать Она уже стоит за дверью, я вижу ее, но не заходит А Баттерс, по-моему, ее еще даже не видела, не успела увидеть Кажется, киса Алиса спряталась, а Баттерс ее видела, но никак не отреагировала Киса Алиса вылезла опять Киса Алиса зашла и Баттерс реагирует на нее довольно агрессивно Баттерс рычит на кису Алису Киса Алиса спряталась за лежанку и рычит в ответ Баттерс шипит Я ожидала, что киса Алиса очень быстро подружится с Баттерс Но пока что первая реакция довольно агрессивная Я закрыла сейчас дверь, и они будут находиться в одной комнате вместе со мной И мы посмотрим, что же будет дальше Попробуем их немного отвлечь Алис, смотри Нет, Алисе сейчас абсолютно безразличны игрушки Хотя обычно она играет в них сразу же Сейчас ей скорее интересен новый гость Баттерс пошла обнюхивать место, где сидела Алиска Шипит Шипит на то, что Алиска решила посмотреть, что это такое И обнюхивает ее территорию Баттерс продолжает рычать Алиса и шипеть Сместила свою позицию в лежанку Алиса попыталась приблизиться к Баттерс Но Баттерс продолжает реагировать агрессивно Тихо, 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 ты чего? Спокойно Ладно Еще несколько часов кошки находились в одном помещении под моим тщательным присмотром Но так и не решились познакомиться поближе Кроме предыдущего раза, когда я не очень успела заснять, как киса Алиса прыгнула в сторону Баттерса Они слегка психанули друг на друга И в течение этих нескольких часов они лежали в сторонке и наблюдали друг за другом В итоге киса Алиса привстала, Баттерс зашипела в этот момент и Алиса убежала на подоконник Поцарапала меня Баттерс не слабо так, киса Алиска просто меня никогда не царапала Но ни в коем случае нельзя, ребят, никого здесь винить Потому что киска Алиска, после того, как я ее вытащила котеночком маленьким из канализации Никогда не видела кошек И Баттерс для нее просто какое-то существо с другой планеты Она общалась только с собаками А Баттерс, даже если и видела кошек, то сейчас она в новой обстановке С чужими людьми, в чужом доме И рядом нет ее хозяев И возможно, если бы Баттерс побыла у нас подольше У нас было бы побольше времени Она бы получше освоилась И она бы уже подружилась и с киской Алисой, и с другими животными Но у нас этого времени нет Может быть, как-нибудь в другой раз А возможно и такое, что две взрослые кошки не подружатся никогда И мы, люди, на это прям вот так вот повлиять, к сожалению, не можем В общем, находясь в одном помещении Кошки, возможно, когда-нибудь подружатся Ну, в любом случае, они расставят точки над «и» И как-нибудь разберутся между собой А вот познакомить собаку и кошку гораздо сложнее Потому что собаки – стайные животные И даже если собака живет дома одна Она все равно как бы внутри, в своей голове живет в стае С хозяином, с другими членами семьи И ее цель – защищать стаю Занимать в стае какое-то место, какое-то положение И если вдруг в доме появляется какое-то другое животное Если собака, то это проще А вот если кошка, то ее тоже нужно как бы в стаю свою внести И поставить на какое-то место А вот кошки, они абсолютно не стайные животные Они сами по себе И поэтому, когда собака начинает как бы проявлять к ней внимание Чтобы внести ее в свою стаю в какой-то статус Кошке это совсем не нравится И поэтому чаще всего они дерутся И один из способов, как познакомить, подружить собаку с кошкой Когда она появляется, кто-то из них в доме Это через дверь То есть они живут какое-то время в раздельных комнатах Нюхают, чувствуют друг друга запах Знакомятся как бы через дверь А потом уже можно постепенно дверь приоткрыть И они уже будут как бы заочно знакомы Это как если бы вы жили в одной комнате А за стенкой с вами жил еще кто-то Вы все равно как бы невольно уже знакомы И когда вы встретитесь, контакт будет совсем другой Не такой, как если вы вообще никогда в жизни не видели И не слышали друг друга День второй нашего эксперимента начинается Баттерс пока что шипит Все остальные обнюхивают помещение Я, если честно, ожидала худшего Но никто не стал к ней лезть Юмичу смотрит наверх на киску Алиску Ищет, видимо, в ней поддержки какой-то Специалисты в поведении собак, кошек, животных Вообще не советуют держать собаку или кошку Когда происходит знакомство Потому что вы тем самым как бы создаете Еще более напряженную атмосферу Что произошло? Что случилось? Киса Алиса психанула и решила убежать Видимо, вот напрягает ее все-таки обстановка Эйвен с Юми побежали за ней, но уже вернулись В общем, не надо держать животных друг перед дружкой Вот так вот этим вы еще больше стресс нагнетаете И они еще больше нервничают Лучше наблюдать со стороны Как-то рядом находиться Обязательно контролировать ситуацию Потому что если что-то непредвиденное произойдет Нужно сразу их разнять Не ждать, когда они там раздерут друг друга в клочья Но быть как бы сторонним наблюдателем Не лезть в их отношения Не держать их, не тыкать их друг в друга Не заставлять их знакомиться и дружиться Потому что животные это живые существа Как и мы люди И может что-то не нравится, что-то пугать Что-то напрягать Как и нас в знакомстве с другими посторонними людьми, существами Баттерс и собаки находились вместе тоже несколько часов За это время собаки то приходили, то уходили Но никто из них не стал нападать на баттерс Как-то ее пугать, заходить на ее территорию И пытаться выяснить с ней отношения Я применила тот самый, по моему мнению, правильный способ Который советуют очень многие специалисты в поведении животных Это знакомство заранее через дверь Они уже знали друг друга, чувствовали запах И когда наконец увиделись, это не стало для них стрессом Никто никого не держал насильно Я не создавала напряженную обстановку между ними Не заставляла их подходить друг к другу Я делала это молча И естественно для животных Никого не принуждая И это очень важно Смотрите, в какой-то момент в комнату даже заглянула киса Алиса Но заходить пока что не решилась Если вы хотите, чтобы собака и кошка все-таки со временем подружились Прежде чем знакомить их Для начала нужно изучить, как это делать правильно И как вести себя в этой ситуации И вот когда Юмичу подошла к домику баттерс поближе И та зашипела на нее Из-за того, что Юми была подготовлена к чужой кошке Она не стала агрессировать, нападать и защищаться Баттерс такая ворчит там в переноске И эти такие культурно ждут чего-то в лежанке напротив Прямо сейчас я Денису отправила видео Как ребята сидят такие все в четвером лежанке И баттерс напротив них такая там рычит, ворчит И это правда выглядит смешно Даже они пишут, аха, это так смешно И правда, что пупсики сидят отдельно такие там в лежанке И просто за ней наблюдают И возможно это именно потому, что они уже с ней заочно Познакомились через дверь и им не так прям это интересно А тем более она как бы явно подает знаки, что дружиться она с ними пока не хочет И поэтому они к ней не лезут Большие молодцы! Ну в общем, если бы у нас возможно было бы больше времени И они бы виделись постоянно, каждый день То мы бы пронаблюдали развитие отношений Может быть мы еще когда-нибудь увидимся Ну а вы переходите по ссылочкам на новые ролики на других моих каналах И скоро увидимся в новых видео Пока!